Вышли из музея, иду такой, думаю, почему синим покрашена, но не вся дорожка? А оказывается, это карта озера Байкал, по которому все гуляют. Вообще классная идея. Тот, кто это придумал, большой молодец. Пожалуй, это полный слом системы. Сочинцы зависли, мы прям, ну реально зависли. Здесь цветет сирень. Июль месяц, июль, а она только цветет. И здесь прям цветущие, вот вход в Дендропарк. Ах да, всем привет, сегодня 10 июля, и мы гуляем по Дендропарку в Листвянке. Цветущая сирень, просто на минуточку. В июле месяце. Нет, я видел цветущую сирень венгерскую и в Мурманске в августе, но июль здесь, на Байкале. Пойменный комплекс ручья, экспериментальная зона. Фиалки, Рододендрон, Башмачок. Вот я надеюсь увидеть, что. Тут под сиренью стоит надпись «Спирея иволисная», но она вот про это растение. Вот она. А не про цветущую сирень. Ах, брашевик. Ой, так здесь все так удобно. Ведется видеонаблюдение. Ну, друзья, давайте знакомиться с растениями. Сегодня таблички меня знакомят, а я внимательно запоминаю, потому что для меня эта флорофауна незнакома. Ива расистая. Ива расистая. Мегадения маленькая. Ничего себе маленькая. Ничего себе. Это вот называется Мегадения маленькая. Метров 10-15. Цветущая сирень. Ну, надо же. Я просто, я... Бузина сибирская. Но если это вот все сибирская, то тогда понятно, что с таким легкой иронией. Мегадения маленькая, ага. Зато сибирская. Ух ты, мы поднимаемся. Причем так вот крутенько. Высоко. Береза повислая. Вот ее подвиды. В Карелии пользуются безумной популярностью из-за древесины. Ух ты! Какой подъемчик. Что это такое маленькая растет? Где таблички? Табличек не хватает. Вот там повыше есть. Ох, какой колокольчик красивый. Тоже, наверное, сибирский. Я вам покажу сейчас его поближе. Вот он. Вот, про это растение я читал. Змеевик. Симпатичный змеевик. Тут все растения, как у нас на Кавказе, только надо добавлять эпизодически. Сибирский, сибирская. Тополь дрожащий. Осина. Тополь дрожащий. Шиповничек растет. О! Это что? Где? Вот. Не знаю, сейчас глянем. И у них, видишь, то ли сок, то ли растинки. Ну, я видела, как муха пьет, видишь? Да, муха пьет. Сегодня Байкал другой. Серенький. Сильно серенький. Горец. На наш похож. О, какая беседочка. Смотрите, смотровая. Сейчас будем фоткаться. Поднялись. Много. Березки. Забурвилин. Если бы не звуки работающей крупногабаритной техники, казалось бы, что мы находимся где-то в Сибирской тайге. Но нет. Эти звуки создают особую атмосферу. А что здесь гидранта везде? Конечно. На случай прожаротуш... Ну, на случай прожара... Я не раз такое вижу, кстати. Но это уже дендропарк. В случае чего его надо будет спасти. Ты видела, как у нас сгорел лес? В Тенгинке или где-то? Да, в Топсинском районе. Да, бухта Инал. Да. Туристы запустили ракеты. Вот безмозглые. Береза повислая. Семейство березовые. Ну, вас уже двое. Как минимум на страну, о которых мы знаем. Ну, о которых вы знаете. А это типа Топс, Парас, Фавянский, Кремион, 2023-2024 год. Да ладно? Да. То есть где-то еще растут лучезары? Да. Ну, кому-то я попросил. Не, но если ты напишешь лучезар 2024, явно это не те, которые вы делитесь в этом году. Слово. Пень. Целая экосистема для леса. Ох, какая сосна сибирская, мощная. И на вершине сделан маленький домик, площадка. Танюшка, давай здесь сфоткаемся. Лучше к нас сфоткает. Зато у нас не будет ни одной фотки с видом на дендропарк в Листвянке. Вот здесь мы уже были. И идем сейчас направо. Рябина сибирская. Лиственница. Обыкновенная. О, еще один домик. На пути. И мы пойдем мимо? Домика. Дендропарк регулярно обрабатывает вещи. Дорогие друзья, не сходите с деревянных труб. А ну как, двинитесь на секунду. Пойдемте. Рябина сибирская. Вот она. Ягоды и грибы собирать здесь нельзя. Мы выходим из дендропарка. Ива-козья. Ох, какой борщевик. Можжевельник сибирский. Опять цветущая сирень. Бревна елки. Вот еще один красавчик. Хотел сказать, ничего себе муравейник. Но нет, это не муравейник. А вот и местная лилия. Лилия кудреватая. Надо же, я ее увидел. О красоте этого цветка много рассказывается в книгах о Байкале. Ну все, мы выходим. Еще, да? Сейчас подойду. Вот. Как мне семья помогает снимать видео. Идут. Запоминают цветочек, около которого я остановился, восхитился. Потом на тропе узнают их дальше и показывают. Вот она. Вот она красоточка. Какая высокая. А вот еще одна действительно. Вот видите, главное слово сибирский добавлять. Ну ладно, я шучу. Вы уже знаете, что у меня ботанический канал. Я к растениям отношусь очень... О, черная смородина. Я узнаю ее из тысячи. Да. Они не наши. Вот, видите, опять ель сибирская. Ну что, друзья, вот здесь вот на Барбарисе Сибирском мы заканчиваем с вами экскурсию по Дендропарку. Возвращаемся через нарисованное озеро Байкал. С севера на юг. Возвращаемся к началу пути. Главное, когда вы наступаете на озеро Байкал, не провалиться. Парский, племена, кулический, но не кулический. Нет, спасибо. А вот точка. 1642 метра. Давайте вот так. И где-то вон там люди стоят на Листвянке. Селенга впадает. А вот вытекает ангара, и мы стоим вот здесь вот в Листвянке. Все, друзья, всем пока.